Всем добрый вечер! Сегодня 82-й день войны и геноцид украинского народа Путинской России. У меня появилось время снять видео и выставить на аукцион 10 конвертов. Русский военный корабль, иди на УИ. Из них 5 конвертов сглашение первого дня, 12.04.2022 года, Днепро. Сейчас я достану эти конверты, покажу. Вот эти конверты я разложу, так, в часть. 24 февраля 2022 года каждый украинец будет помнить всю жизнь. У нас сейчас каждый день, как столетие. Мы не забудем руины Буча, Чернигово, Мариуполя, Харькова, других городов Украины. Издевательства над мирными жителями и над нашими солдатами, которые попали в плен. 24 февраля 2022 года в ходе российского вторжения в Украину, гарнизон украинских пограничников, дислоцированный на острове Змеиный, был атакован российскими кораблями. На предположение капитана крейсера «Москва» с бортовым номером 121 сдаться в плен, один из морских пехотинцев, Роман Грибов, дал экспрессивный ответ на русском, в котором ругательство сочеталось с твердым намерением оставаться в верном родине. Фраза «Русский корабль иди науй» мгновенно приобрела широкую известность и вызвала значительный общественный резонанс. Несмотря на несанзурную форму выражения, ее оценивали надобрительно, как адекватный ответ на неспровоцированную агрессию России. Укрпочта объявила конкурс на дизайн почтовой марки, названием которой было выбрано упомянутое выражение. На конкурсы направили свои эскизы около 500 художников. Победу одержал макет Бориса Гроха, за который отдали 1700 голосов из 8000. На его основе было создано два варианта почтовой марки «Русский военный корабль иди, слава Украине» и «Русский военный корабль иди, героям слава» Букваев. Обе марки принимаются к оплате во всех почтовых отделениях Украины. Выпуск обеих марок состоялся 12 апреля 2022 года, во время действия военного положения в Украине. Уникальность этой марки заключается в том, что на следующий день, после выпуска марки, в оборот в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, флагманский крейсер «Москва» был успешно атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун», вооруженных сил Украины, после чего затонул и в настоящий момент лежит на дне Черного моря. Эту информацию подтвердило Министерство обороны России 14 апреля 2022 года. Гибель флагманского крейсера «Москва» стала самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. Предположительно, при начальной стоимости около 2 миллиардов долларов, остаточная стоимость крейсера составляла 750 миллионов долларов. Это также крупнейшая морская потеря со временем Второй мировой войны. По сути, информация на почтовой марке оказалась пророческой, так как на ней изображен именно крейсер «Москва» с бортом номера 121. Именно его посылают по известному адресу украинские военные. Эта информация произвела информационный взрыв и была опубликована большинство ведущих мировых СМИ. Коллекционеры со всего мира принялись скупать эту уникальную марку. Описание конвертов. Укрпочта. Дата 12.04.2022 года. Тираж. 60 тысяч экземпляров. Художник Борис Грох. То есть, конверт считается нечастым. Потому что 60 тысяч экземпляров на такую популярность. Показываю ближе. Вот. Спецгашение. В Днепре. На главпочтамте. Когда вышла эта марка. Я выставляю на продажу один такой конверт. Второй конверт. Пять конвертов. С обратной стороны конверта. С обратной стороны конверта. Здесь тираж видно. Кто художник. И такие же пять конвертов. Только уже без согрешения Днепропетровска. То же самое. Тираж. 60 тысяч экземпляров. Художник Борис Грох. Сегодня еще видео. Мне помогала снимать моя кошечка. Она сказала. Так же самое. Русский военный корабль. Иди туда. Куда обычно все идут. Я хочу сказать. Смотрите мои другие видео. О почтовых марках УНР. Дальше я хочу проанонсировать видео. Где я буду развенчивать мир российской пропаганды. О том, что украинцы как нации не существовало. И тримайтесь. Слава Украине.